Всем привет! Это канал Паяльник ТВ. В этом видеоролике мы соберем устройство, помогающее производить замеры характеристик усилителей звуковой частоты. Замеры производятся с помощью персонального компьютера со звуковой картой и специального программного обеспечения. Тестовый сигнал сначала поступает на выход звуковой карты, затем отправляется на тестируемый усилитель с выхода усилителя на вход звуковой карты, и, наконец, программа анализирует, что было и что стало. И есть здесь одна серьёзная проблема. Мощные усилители звуковой частоты могут увеличивать амплитуду в десятки раз. И, соответственно, вместо одного вольта на вход звуковой карты поступит сигнал с амплитудой в десятки вольт, что приведёт к огромным искажениям в лучшем случае, а если не повезёт, можно попрощаться со входом звуковой карты. То есть без каких-либо дополнительных приспособлений, таким образом можно измерять только характеристики некоторых усилителей для наушников. Конечно, можно уменьшить громкость на выходе звуковой карты, но тогда не получится испытать усилитель на полной мощности. И как раз далее пойдёт речь об устройстве, позволяющем согласовывать уровни звуковых сигналов. И начнём мы с принципиальной схемы. Здесь в роли тестируемого усилителя, подключённого к выходу звуковой карты, выступает генератор синусоидального сигнала, поступающего на вход схемы. А выход схемы подключается ко входу звуковой карты, и здесь вместо него стоит вольтметр. А теперь давайте попробуем увеличить амплитуду сигнала, поступающего с выхода усилителя. Например, до 5 вольт. Итак, после переменного и постоянного резисторов сигнал отправляется на повторитель из операционного усилителя. И чтобы сильно не усложнять схему, питание у него двухполярное. Далее в схеме присутствует резистор и два стречно-параллельных светодиода. И их функция — ограничение амплитуды. Ток через них резко возрастает при превышении напряжения около двух вольт. В итоге получаем и индикацию сильной перегрузки, и защиту входа звуковой карты от опасных для него напряжений. А лишнее напряжение падает на токоограничивающем резисторе. А искажения, которые вносят данный резистор и два стречно-параллельных светодиода, подавляются с помощью отрицательной обратной связи и операционного усилителя. Естественно, подавление и искажение работает только если амплитуда меньше двух вольт. И необходимые ослабления входного сигнала можно получить с помощью переменного резистора. А теперь проверим, как поведет себя схема, если входное напряжение превысит напряжение питания операционного усилителя. Сейчас входной сигнал ослаблен делителем напряжения, поэтому ничего не изменилось. Но, допустим, у нас все выкручено на максимум. И тогда лишнее напряжение падает на резисторе, так как пошел ток через диоды на источник питания. Конечно, данный метод защиты далеко не идеален, при очень больших входных амплитудах может не сработать, но зато не вносит искажений, когда входное напряжение не превышает напряжение питания. Напоминаю, что добиться этого можно с помощью переменного резистора на входе схемы. Если требуется испытать усилитель на очень низкой мощности, то уровня входного сигнала может, наоборот, не хватить. Допустим, он составляет пару сотен милливольт. И на этот случай здесь предусмотрено дополнительное усиление, которое реализовано с помощью еще одного резистора в схеме обратной связи. То есть повторитель превращается в усилитель. И 200 милливольт мы легко превратили в 1 вольт. А если вы не понимаете, как работает операционный усилитель и схемы на его основе, то соответствующую ссылку можно найти в описании под данным видеороликом. Там же можно найти ссылку на видеоролик, в котором объясняется, что такое двухполярное питание и зачем оно нужно. Для получения стерео варианта данной приставки к звуковой карте можно использовать сдвоенный переменный резистор и сдвоенный операционный усилитель. С нами была разработана печатная плата, ссылку на которую можно найти в описании под видео. А далее вас ждет процесс сборки готового устройства, испытание функций защиты регулировки и индикации, а также тестирование уровня собственных искажений и уровня искажений одного усилителя мощности. Для сборки приставки к звуковой карте для тестирования аудиоусилителей нам понадобится 6 1 кОм резисторов, 2 резистора на 4,7 кОм, 4 диода, диоды можно брать любые, хотя 1N4007, 2 конденсатора 100 нФ, ну не знаю, 4 таких вот для перемычек, панелька по желанию, стереофонический переменный резистор и 4 светодиода с падением напряжения на них 2 вольта. Ну и соответственно LM833, кое пока здесь нет, так как мы будем паять именно панельку. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 У нас, получается, мы увеличиваем усиление в 4 раза. Итак, что тут сказать. Так как у нас питание нашего агрегата двуполярное по 7 вольт в плече, а генератор вот этот не может выдать больше 5 вольт, так как он сам питается от 5 вольт, то нам необходим усилитель. Усилитель этот у нас сейчас будет показан. Это на ТДА 7253. Вот, этот усилитель про него уже отснято. Если что, можете посмотреть. Если его нет, то ждите, пока он выйдет. То есть, нам необходимо сейчас что сделать? Сделать так, чтобы он у нас перестал быть в клипинге. То есть, уменьшая входной сигнал. То есть, убираем клиппинг. Всё. Теперь ручку нашего генератора не трогаем. Что необходимо сделать? Отключаемся от… Подключаем выход нашего усилителя ко входу нашей платы и подключаемся осциллографом к выходу нашей платы. То есть, подключились мы выход усилителя нашего ко входу платы, а к выходу подключились пока что нашим осциллографом. И, как видим, у нас сразу идёт перегруз. То есть, сейчас вольт на деление, даже, наверное, давайте пол вольта на деление. И видим, что у нас здесь идёт перегруз. И мы видим это по индикаторам. Что нам необходимо сделать? Нам необходимо уменьшить входной до исчезновения перегрузки. Ориентироваться можно как по осциллографу, так и по светодиодам. Ну, по светодиодам, думаю, будет немножко более правильно. При освещении, на самом деле, это немножко сложновато делать, но всё-таки это можно сделать. И, как видим, что у нас на осциллографе на нашем. То есть, таким образом, с выхода нашего усилителя поступает более тех самых 5 вольт, которые были на генераторе. Там поступают примерно 10 вольт амплитудных. И на выходе нашей платы у нас здесь не более полутора вольт, которые уже безопасны для звуковой карты. Ну, которая у некоторых может быть дешёвой, а у некоторых достаточно недешёвой. Выразим это так. И с помощью данного устройства можно измерять коэффициент линейных искажений. И при превышении напряжения на входе, относительно питания, микросхема наша не выходит из строя. Она также продолжает работать. То есть, я отсоединю вход, который является выходом нашего усилителя. И покажу. Сейчас у нас 5 вольт на деление. 5 вольт на деление. То есть, как видим, 10 вольт. А на выходе, при тех же всех настройках, мы получаем около полутора вольт. Что нам как раз-таки и необходимо. Разрешение тоже самое. 5 вольт на деление. Видим, как у нас упала амплитуда сейчас. Вот, пол вольта. Теперь пора проверить в действии нашу приставку к звуковой карте. Потому что надо проверить. Для начала нам необходимо питание. Вот оно у нас здесь есть. Осциллограф. И нам, в принципе, понадобится еще усилитель. Который у нас тоже здесь есть. Ну, с питанием, короче говоря. Нам необходимо сейчас, ну, не забывать, что нужна нагрузка. У нас здесь есть также резисторы нагрузки для усилителя. Необходимо сейчас настроить выход усилителя так, чтобы он был без перегрузки. Затем уже далее настраивается приставка вот эта. Так как у нас сейчас один канал, одноканальный усилитель, то нам необходим только один канал. Для этого нам необходимо запустить RightMark Audio Analyzer. У нас версия 6.4.1. И мы сейчас запустим тест. Ну, скажем так, а-ля тест. По которому нам необходимо будет увидеть. Вот, программа дает импульсы. Нам сейчас необходимо отрегулировать звук выхода со звуковой карты так, чтобы у нас не было искажений. Итак, мы сделали так, чтобы у нас не было искажений на выходе. Не забывайте в RightMark Audio Analyzer включить моно-мод. Потому что при стерео он теряет второй канал и отваливается. Мы про это, к сожалению, изначально забыли. Также он может орать, что это не тот канал ему, видите ли. Вот, вот теперь это тот канал. То есть, он еще и привередливый по каналам, зараза. Сейчас аккуратненько настраиваю так, чтобы и не было перегрузки, и как раз было 0 дБ. Очень привередливая зараза. Вот, все. Как только он показывает, что уровень окей, можем запускать наш тест. Я покажу осциллограф. И запускаем тест. Итак, нам сейчас необходимо назвать наш результат. Итак, что мы получили? Уровень шума минус 77,8 дБ. Потом, Total Harmonic Distortion у нас 0,231%. Интермодуляционные искажения и шум 0,431%. Так же, как и гармонические искажения 0,231%. Ну, в принципе, это достаточно нормальный результат. То есть, в принципе, ни искажений, ни шума как такового тут особо и нет. Так что, в принципе, таким способом можно проверять свои усилители на искажения, на шум, на уровень шума, ну и так далее. Результаты вы сможете увидеть по ссылке в описании. Ну, а затем все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на канал Паяльник ТВ, чтобы не пропустить новых роликов. Также заглядывайте в описание, там вы найдете много интересного. Всем пока!